так продолжаем уроки касательно бытия ада именно такой вопрос ответ на сомнения не противоречит ли бытию ада божественной милости и так бытие ада и его страшные муки не противоречат бесконечной божественной милости истинной справедливости и нерасточительной целесообразной мудрости напротив милость справедливость и мудрость требует его бытие сейчас объясняет почему ибо наказать угнетателя попирающего права тысячи невинных людей и уничтожить хищника загрошу сотню беззащитных животных будет большой справедливой милостью для угнетенных а помиловать этого тирана и опустить на волю этого хищника будет огромной жестокостью для сотен несчастных против всего лишь одной непутевой милости и мало того еще уровне ада обязательно должны потому что есть люди которые там одного человека убил скажем есть миллионами которые уничтожил если один просто там сбился с пути там если он попал безбожий а есть который еще там миллиону людей к этому подталкивает и точно так же абсолютный безбожник который будет ввергнут в узилище ада который вообще не верил до совершенному бытию его посягает на права и божественных имен своим безбожием отрицая их то есть везде проявляется свыше не показывает нам свои прекрасными на свою мудрость милость справедливость так далее так далее так далее отрицая их то есть на эти множество этих прекрасных божественных имен их право нарушается а также право всех созданий он нарушает это безбожник свидетельствующий об этих именах отвергая свидетельству созданий и на право всех творений превозносящих и возвеличивающих эти имена с постоянно они по-своему что делает возвеличивать всевышнего насколько он знающий видящий слышащий там мудрый и так далее отрицая их то есть этих созданий высокое предназначение восхвалять божественными на то есть если ты скажем человек занят каким-то важным делом всем врача он спасает людей же в жизни и ты ему скажешь что а ты ерундой занимайся насколько оскорбление точно также все создания они что поклоняются своему творцу покажут его прекрасными на своим безбожьим человек что их бессмысленности обвиняет поскольку этих созданий начинает частиц до звезд огромное количество этому всех их не права чтобы возместить огромное наказание должно соответствующие и в некотором отношении тоже это безбожник нарушает право божественного правления проявление которого является целью сотворения вселенной и одной из причин ее то есть вселенной бытия и продолжение существования отрицая ответы создания ему своим поклонением то есть все ушли так что это является таким великим преступлением то есть абсолютное безбожие и несправедливостью что не остается возможности помиловать его иначе все очень что он при каждой возможности дает нам возможность покаяться простить нас как-то совершить хорошее деяние это прощает и даже за одно плохое деяние записи только одно а за хорошие 10 иногда там еще больше и больше со всех сторон но абсолютное безбожие является таким огромным преступлением что уже не заслуживает прощение он то есть это безбожник заслужит угрозу этого а это и на валяя хируа и ющерика ющера кабине то есть вышло не прощать когда ему предают со товарища то есть кого-то считают богом и помимо него либо вообще не верит в существование творца не вернуть его в ад будет являться с против одной неуместной пощады бесконечно огромной беспощадностью ко множеству истцов на чьи права бы он постигнул замер суде скажем вот поймали преступника там не знаю убийца насильник не знаю там и вот собрались там те кого права он нарушил родственники этих убитых там и так далее там полу и вдруг судья а я там решил милость проявить помилуем этого безболия этого преступника насколько глупо и несправедливо и жестоко было бы да точно так же вот человек который не верит во всевышнего абсолютный безбожник или допустим какие-то другие преступники их помиловать это будет жестокость а наказать это будет милостью по отношению правам тех истцов таким образом подобно тому как эти истцы требует бытия ада также и слава могущества и величие совершенства твердо требует его бытия то есть величие все еще потом мы видим явно через например его управление огромными созданиями и среди его искусства то есть он такой правитель абсолютно а это его величие тоже требует бытия ада участь до вот этого да если какой-нибудь сумасбородный непокорный закону человек посягающий на право подданных скажет могуществом правителя этих мест ты не сможешь бросить меня в тюрьму и не сделаешь это таким наглым образом таким образом задев его достоинства то конечно же даже если в этом городе не будет тюрьмы он сделает его для этого наглеца и бросить его туда то есть это правитель сделать тюрьму обязательно накажет это был пример точно так же человек впавшего абсолютное безбожие своим неверием сильно задевать славу его величие то есть творца величие своим отрицанием грандиозности могущества создателя оскорбляет его и своим посягательством затрагивает совершенство его правления рубе конечно же даже если мне было очень многих оснований для очень многих предназначений ада потому что очень много мудрости и очень много смысла бытия ада еще помимо этого наказания и смыслов его бытия соотводрить для таких безбожников от и вверху тех него является необходимостью этого божественного достоинства и величия тому же сама сущность безбожие сообщает об али да если сущность веры и манна воплотиться то она своими наслаждениями может принять форму с такого особого индивидуального рая и в этом отношении она скрыто сообщает о рай точно так же безбожие особенно в абсолютном в лицемерии и вероотступничестве имеются такие мрачные и страшные страдания и душевные муки что если безбожие воплотиться она обратится для этого безбожника в некий индивидуальный ад и в этом отношении но скрыто сообщает о великом оде то есть если совершенная вера осознанная есть развивающийся человек от степени этой веры получает что в этом мире радостное ослаждение от степени безбожия и неверия чем дальше от этого света вера человек становится он начинает мучиться еще в этом мире и с точки зрения того что маленькие реалии зарождающиеся на пашне питомника всего мира дадут ростки в вечном мире это ядовитое семя то есть безбожие безбожие указывает на то адское дерево закум и сообщает я являюсь его закваской и для злосчастного который таит меня в своем сердце личным подобием того дерева закум то есть адского дерева будет мой плод еще в этом мире сообщает о бытии ада это безбожие поскольку безбожие является нарушением огромного множества прав то конечно она является безгранично огромным преступлением стало быть заслуживает безгранично великого наказания поскольку человеческое правосудие приняв 15-летние около 8 миллионов минут срок тюремного заключения за одну минуту убийства считает это целесообразным и соответствующим общественным праву то конечно с точки зрения того что безбожие представляет собой тысячи убийств около 8 миллиардов минут мучений за одну минуту абсолютного безбожия соответствие этому закону правосудия то есть человек не покается он огромное наказание заслуживает за безбожие человек который провел год своей жизни в этом безбожие будет заслуживать наказание сроком на 2 триллиона 880 миллиардов минут выразил смысл а это холидина фи бадан то есть который вечно пребывают там чудотворное изложение мудрого корана о рай и аде и опирающийся на его истины являющиеся его тафсиром то есть тафсиром корана доказательства книги салинур касающихся бытия рая и ада не оставили нужды еще в каком-либо другом разъяснении смысл очень многих таких аятов как в это фактору на то есть явные аяты говорящие о бытии ада и то что все пророки и знатоки истины во главе с пророком мухаммадом алейсаляту сын постоянно своих молитвах больше всего повторяли один на меня нар-наджина меня нар-калис нами на то есть молили защите нас от ада который на основании откровений и духовных наблюдений стал для них очевидным говорит о том что самый великий вопрос рода человеческого это спасение от ада и чрезвычайно важный грандиозный и ужасающий реалии вселенной является от который виде некоторыми из таких людей как и лишь вот и аликачу или тактик и часть из них увидев лишь слабые проявления и тени ада от ужаса его вызывают о спасении спасения от него до в этом мире противостояние смещения добра и зла радости печали света и мрака тепла и холода красоты и безобразия истинные заблуждения имеет очень великий смысл ибо если не будет зла не будет поздно добро если не будет печали не понять радость свет без мрака потеряет значимость из-за холода появляется уровне теплоты из за уродливости лишь в одной истинной красоты выявляется тысяча истин и тысячи разнообразных степеней красоты без ада очень многие удовольствия рая останутся скрытым то есть потому что есть существует от человек просто он от него спасся попал в рай уже он огромную радость получает да и другие тонкости исходя из этого всякую вещь некоторым отношении можно узнать по ее противоположности и тогда лишь одна ее истина разрастаясь породит много истин то есть много истин и уровне красоты там и так далее поскольку этот смешанный мир созданий из всего бренного мира течет в мир вечности то несомненно подобно тому как добро радость свет красота вера подобное текут в рай такие такие изъяны как зло страдания мрак скверность безбожие выливаются в ад и эти непреживно плескающиеся потоки вселенной вливаются в эти два резервуара остаются там передавая разъяснение этого тонкостям имеющимся в конце чудотворного двадцать девятого слова поставим здесь . то есть двадцать девятом слове в конце там есть именно более такое разъяснение вот этих тонкостей чем смысл и мудрость одни из многих мудрости конечно вот этого смещения противоположности в этом мире существование вообще противоположности о.е. Аль-Уфы Продолжение следует...